Всем привет, меня зовут Данил, вы на моём канале, и это очередная порция свежих и актуальных новостей в игровой индустрии. Что же там новенького произошло за несколько дней, мы с вами сегодня разберёмся. Первая, но немаловажная информация, точнее очень важная информация, PlayStation 4 получила новый код ошибки. Что он значит, как с ним бороться и вообще чего ожидать. Сейчас мы с вами разберёмся, поехали. Пользователи PlayStation 4 обратили внимание на ошибку CE34878-0, связанную с зарядкой батарейки на материнской плате консоли. Если это произойдёт, ваша приставка больше не сможет воспроизводить цифровой контент и запускать диски. По словам модератора и хакера Лэнса МакДональда, Проблема возникает из-за того, что в трофее PlayStation 4 требует правильную настройку внутренних часов системы, которые не видны пользователям и, соответственно, не могут быть изменены. Чтобы пересечь попытки махинации со списками призов, батарейки служат для поддержки постоянного времени, системных часов при отключении консоли от питания и в случае зарядки сбрасывая счётчик на ноль, что вызывает указанную ошибку. По словам МакДональда, единственный официальный способ её исправить – это заменить батарейку, переподключиться к PSN и синхронизировать консоль с сетью. Хотя в целом здесь нет ничего сложного. Это может стать серьёзной проблемой в отдалённом будущем, когда Sony решит отключить PS4 от PSN. Как отмечает МакДональд, Sony могла бы выпустить системное обновление, чтобы при возникновении ошибки часов игра приводилась в автономный режим, без трофеев. Но сам он думает, что компания вряд ли станет заморачиваться над этим. Ну и как мы все с вами знаем, что Sony насрать на всех своих потребителей, кто пользуется её техникой. Так что, ребятки, боремся сами своими ручками. Едем дальше. Ну и поговорим о Resident Evil, о новых подробностях. Значит, в игре будет больше оружия, будет торговец, значит, который будет нам приносить всякие ништячки. И плюс очень много отсылок и очень много связок с прошлыми играми серии. Так что, короче, сейчас я вам всё расскажу, смотрю. На этих выходных прошла трансляция Play, 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 организованная японским отделением PlayStation, в рамках которой разработчики Resident Evil Village рассказали о предстоящем хорроре. Помимо повторения ранее озвученной информации, например, что игра получит этой весной вторую демоверсию, и вдохновляется Resident Evil 4. Представители Capcom поделились некоторыми свежими деталями о сражениях, оружии и многом другом. Что касаемо первого, похоже, что в Village авторы попытались представить больше свободы в выборе стиля игры. У главного героя появились дополнительные приемы, вроде блокировки ударов, отвалкивания противников, а локации предполагают наличие разветвлённых путей, открывающих альтернативные сценарии прохождения. Разработчики также подтвердили, что арсенал Resident Evil Village значительно шире, чем Resident Evil 7, и предлагает множество различных видов оружия. Далее авторы поговорили о торговце-герцоге, отметив, что у того в продаже постоянно будет множество разных вещей, включая оружие и апгрейды для них, рецепты крафта, боеприпасы, предметы для лечения и даже некоторые секретные вещи, о которых разработчики пока не говорят. Они пытались сделать так, чтобы каждая встреча с торговцем служила своего рода местом отдыха, где можно перевести дыхание и спокойно сосредоточиться на пополнении инвентаря. Интересный момент. Разработчики упомянули, что игрокам, возможно, захочется переиграть в старые части серии перед прохождением Village, наметнув, что игра имеет более тесную связь с прошлыми сюжетами, чем можно себе представить. Наконец было сказано, что Resident Evil Village находится в заключительном этапе разработки и движется к запланированному запуску. В апреле Capcom проведёт новую презентацию Resident Evil Show of Cats, где ожидается новость по игре. Премьера хоррора запланирована на 7 мая, то есть осталось совсем чуть-чуть. Едем дальше. Ну и немножко поговорим о Switch'е с приставкой Pro, о новой грядущей консоли, где будет стоять NVIDIA чип и, в общем, много-много разных плюшечек. Сейчас я вам всё это дело расскажу. Издание Blomber продолжает делиться со ссылкой на свои источники информацией о Pro-версии Nintendo Switch. По данным журналистов, новая модель консоли предложит обновлённый чип от NVIDIA с более мощным процессором и модулем, улучшенной графической подсистемой. Отмечается, что в плане производительности обновлённое железо всё ещё будет не дотягивать до более дорогих консолей конкурентов. Однако у Switch появится козырь в рукаве в виде поддержки DLSS, благодаря которой можно будет воспроизводить игры на ТВ в качестве 4К. Технология потребует от разработчиков обновления кода, поэтому в первую очередь будет использоваться для улучшения готовящихся тайтлов. Помимо этого, Switch Pro также должна завестись увеличенным объёмом памяти и другими улучшениями, о которых уже говорилось ранее. Речь в частности идёт о 7-дюймовом OLED-дисплее производства Samsung. Аналитики ожидают, что новая Nintendo Switch будет продаваться дороже 300 долларов. Сколько сейчас спросит за текущую флагминскую модель консоли, специалисты самого Bloomberg прогнозируют, что рост может составить до 100 долларов. Но даже при цене в 400, считают эксперты, Nintendo сможет симулировать высокий спрос на систему. Согласно прошлым отчётам Bloomberg, официальный анонс консоли состоится незадолго перед релизом запланированных на праздничный сезон 2021 года. В настоящее время календарь выхода игры от Nintendo на вторую половину года в основном пуст. Однако ранее издание уже сообщало, что большая часть релизов кампании на 2021-2022 финальный год пока просто не раскрыт. К старту новой модели на рынке должны появиться крупные тайтлы, одним из которых может стать новая The Legend of Zelda. Ну что ж, те кто играли, я думаю знают. Ну а на этом у меня всё, чтобы не отнимать ваше драгоценное время. Быстро, по факту, по делу. В общем, бьём в колокольчик, ставим классик, всё как обычно, комментарии, там всё это пишем, пишем, подписываемся и в общем будет вам счастье и мне тоже. В общем, всем добра, тепла, пока-пока, до новых встреч, с вами был я Данил, пока.